Диана Писаренко одна воспитывает троих детей. Двое из них уже учатся в школе. Внимания и заботы хватает на всех, а вот с деньгами бывает туго. Семья регулярно получает поддержку от Центра социального обслуживания. Сегодня им подарили продуктовый набор весом 25 килограммов. Вообще, Центр социального обслуживания нам постоянно оказывает помощь. Мы благодарим от всех родителей, от лица всех родителей, директора, руководителя Центра социального обслуживания Кайгороду Ирину Михайловну, а также специалистов, которые оказывают психологическую, материальную помощь, юридическую. То есть, постоянно можно обратиться к ним по телефону или на личный прием попасть очень легко. То есть, мы как бы рады, что у нас есть такая поддержка. Благодаря спонсорам Центра социального обслуживания помог подготовить к школе детей из 66 семей. Они получили полноценный комплект канцелярии, а первоклассники – новые рюкзаки. В каждом городе мы подхватываем эту идею и помогаем, естественно, людям. Нам настолько это приятно делать. Когда мы видим счастливые лица, нам от этого становится еще лучше, еще радостней, что мы смогли помочь хоть одному ребенку. Это уже счастье. Семьи очень довольны, потому что получить сегодня в наше время перед школой такую помощь – это очень-очень здорово. Несмотря на такое трудное время, и наверняка в каждой семье есть свои проблемы, люди делятся тем, что имеют, и оказывают помощь особо нуждающимся. Поэтому им очень огромная-огромная благодарность. Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» будет действовать до 15 сентября. По словам сотрудников центра, еще есть семьи, нуждающиеся в помощи. Предприниматели, жители и гости города-курорта могут внести свой вклад, отдав центру целую чистую одежду и обувь, детские игрушки, а также закупив предметы первой необходимости. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.